Это проект безопасность детей на дорогах и наш инспект-мобиль уже побывал в Броварах, Василькове и Белой Церкви. А сейчас вместе с экспертами мы выезжаем в город Фастов. Здесь более десятка школ, но мы отобрали три, где учится больше всего деток, а ситуация вокруг школ с дорожным движением наиболее потенциально опасная. Здесь только за счетним дубль, потому что он очень сильно прыгает. Безопасность детей на дорогах и наш инспект-мобиль уже побывал в Броварах, Василькове и Белой Церкви. А сейчас вместе с экспертами мы выезжаем в город Фастов. Здесь более десяти школ, но мы выбрали три, где учится больше всего деток, а ситуация с дорожным движением вокруг требует наибольшего внимания. Да, можем, попок? Да, тебе дворочек же, да? Ага. Здесь немало проблемных мест, но мне кажется, данная школа номер 9 в Басаре будет быть отдельного, особого внимания. Что же это вы говорите? Рядом со школой расположена автостанция, поэтому она гарантирует информационную количество людей, машинную дорогу. Переход якобы скрестили немного автостанцией, но вот скажем, что 90% людей переходят по старелке просто на той земле, которая осталась. Там расположена хаотичная парковка, и люди проходят просто на зебре, не понимая, что они ограничивают видимость. Конечно, аварийность не такая большая, за счет того, что дорога подъездов посторонняя, то есть машины не едут с две стороны, но тем не менее, где обзор ограничен, опять же, автомобилями, хотя люди поставили сферы, водители все равно пытаются проковаться поближе. Плюс мы видим, что вебра, особенно посередине, сложена практически на 100%, и она, конечно, подлежит замене, подлежит перекрашиванию. Из плюсов, что можно сказать, есть хотя бы какие-то знаки, пусть они расположены не по ГОСТу, они не расположены заранее, как должно быть, хотя бы там 60-50 метров, но они хотя бы есть. И плюс невозможная физическая парковка на самом переходе за счет остановки уже не вот сфер, которые стоят справа, с лево, и слева от нас много, то есть, по крайней мере, будут парковаться. Это гарантирует какую-то минимальную обзорность. Друзья, всем привет! У нас проект «Безопасная дорога в школу». Мы работаем сейчас в городе Герои Фастове, смотрим за пешеходными переходами. Друзья, всем добрый день! Очередной проблемный участок находится в Фастове, возле автовокзала, возле грезнодорожного вокзала. И, как обычно, мы видим ситуацию довольно напряженная, большой трафик автомобилей, нету зебры, знаки все ставятся почему-то прямо на пешеходном переходе, то есть, нету поэтапного информирования водителей. И это все, конечно, влияет на аварийную ситуацию. Поэтому просим научить деток внимательно переходить дорогу, смотреть налево-направо, убеждаться в том, что водитель видит вас и желательно даже устанавливать зрительный контакт. Заходите на наши аккаунты ДТП Киев, ДТП ЮА, Фейсбук ДТП Киев ЮА, где уже были трансляции данного события. И благодарю компании «Пежо Украина», «Трием», «Денсо», «Нокки Антайрс», которые оказывают помощь и делают возможным проведение таких замечательных проектов по Киевской области и по Украине. Добрый день! Представьтесь, пожалуйста! Мене звати Юля, я житель города Пасхи. И очень трудно вопрос о пешеходном переходе. Наши дети ходят до школы. И были случаи, когда дитина попала под машину, и потом этот пешеходный переход, который перенесли ближе, а все-таки по тому пешеходному переходу ходят дети. Поэтому хотели, чтобы его обратили и обратили внимание на то, что не должны парковать машины на пешеходном переходе, на то, что такси не должны стоять на пешеходном переходе, потому что школа – это вообще зона бедвижения безопасности. Так, Юллі, скажите, пожалуйста, как этого досягти, по-вашему? Какие шаги нужно сделать? Очень коротко, дякую. Ну, я думаю, что нужно обратиться к владе города, чтобы она приняла какие-то меры и заборонила паркувати с такси и другими машинами. Это очень такое вопрос, которое потребует нагального решения. А что до аварии, что вы говорите, насколько сильно постраждала девчонка тогда? Коли это было? Это как раз была одноклассница моей доньки. Вона была перелом ноги, вона реабилитацию проходила, потом школа закінчилась, вона с гипсом ходила. Тобто, скажем так, неприемности для дитини, дискомфорт для дитини, а также для семьи. И нервовные нервы, знаете, это много важных. Так, Беря, очень благодарю вам, доброго дня вам. До свидания. Так, вот тот переход, о котором говорила Юля, он тут, конечно, нежелательный местным жителям, потому что все, как и раньше, ходят на в простейте.